Ставка ЦБ за этот год росла более чем на 2%. Как это охладило рынок кредитования? Как это отразилось на нем, по вашему мнению? Рынок это нисколько не охладило. 2021 год является годом рекордов по выдаче кредитов. В первую очередь розничных кредитов. Мы видим большой спрос и выдали более чем на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребительских кредитов, ипотеки, рынок автокредитования. Примерно объемы его сопоставимы с прошлым годом. Но здесь тенденция такова, что не хватает просто автомобилей. Поэтому тут немножко ажиотажный спрос. Поэтому цифры примерно такие же, как в прошлом году. Если говорить о детском сотрудничестве с государственными программами региона. Вот ипотека здесь как обстоят дела? Ипотека у нас также бьет все рекорды. В этом году мы выдали уже 16 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Да, господдержка изменилась. Изменились параметры. Они стали более точечными. Но вместе с тем спрос это никак не изменило. И он остается достаточно высоким. И мы в районе полутора миллиардов каждый месяц выдаем ипотек для наших жителей Пермского края. Что касается зарплатных проектов. Вот как клиенты выбирают банк для получения зарплаты? Еще основная важная тема. Активно развиваем цифровые сервисы. И сейчас понятно, что у каждого банка для зарплатного клиента есть особые условия по кредитованию, по финансированию, по депозитам. Поэтому, становясь нашим зарплатным клиентом, вы получаете ряд преференций, которые вы не могли бы получить, если бы не были нашим зарплатным клиентом. Например, пару слов. Ну, отдельные виды кредитования, безусловно. Если вы рассчитываетесь нашей картой, подключается опция, в том числе, которая позволяет получить дисконт по процентной ставке, по кредиту. И также добавить плюсом аж до 3% к депозиту. Но это все зависит от вида карты, от количества трат и так далее. Поэтому, становясь нашим клиентом, пользуясь нашими продуктами, вы будете получать дополнительные преференции, в том числе и в виде процентных ставок. Я уже не говорю про кэшбэки, разные другие программы. У нас есть и программа социальной направленности. Так называемые школьные деньги, когда раздавали, мы увеличили эти выплаты на 10%. Также у нас для пенсионеров, которые к нам переходят получать пенсию, всегда поддерживаем выплаты социального характера. То, о чем у нас в последнее время очень часто в государстве происходит. Поэтому мы активно участвуем в этом и обязательно делаем какие-то еще дополнительные бонусы, стимулируя тем самым клиентов приходить к нам и становиться нашими клиентами. Что касается банковских онлайн-сервисов, как развиваются эти технологии в Пермском крае у банка? Цифровые технологии, безусловно, пандемия подстегнула распространение. Сейчас мы уже кредитуем рынок физических лиц. Объемы составляют уже больше 40%. То есть 40% клиентов уже к нам в банк не приходят. Они все это делают без нашего участия в онлайне, получая кредит в любое время дня и ночи 7 на 24, что называется. Поэтому развитие цифровых сервисов достаточно серьезно претерпело изменения. И мы сейчас сделаем на эту ставку. У нас также есть операции безбумажного обслуживания. Полностью любую операцию практически можно совершить уже без бумаги. И мы сегодня уже перешагнули порог, когда более половины всех операций, проводимых с клиентами, мы делаем по безбумажной технологии. Что касается активных пользователей приложений мобильных, их количество увеличилось? Да, их количество увеличивается с каждым днем. Сейчас в Пермском крае у нас больше 260 тысяч клиентов, активно использующие наши цифровые сервисы, в частности ВТБ онлайн. Вот если назвать ключевые опции обновленного ВТБ онлайн, какие бы вы назвали? Ключевые опции? Все можно сделать в онлайне, даже подать заявку на автокредит, на ипотеку. То есть раньше понятия цифровой ипотеки не было как такового, но вот в 2020 году при помощи наших новых технологий мы впервые провели полностью цифровую сделку по ипотеке. То есть человек покупал квартиру в другом регионе и чтобы не ездить, учитывая все наши пандемийные ограничения, провели сделку полностью в цифровом варианте. В этом году мы продолжаем это делать и количество таких заявок и выдача растет с каждым днем. В том числе можно и оформить себе автокредит, не выходя из дома. Но я уже не говорю тогда о простых потребительских кредитах, где не нужно залоги и все остальное. Поэтому ВТБ онлайн активно развивается. Мы очень много времени на это тратим, поэтому сервисы становятся все более удобными, доступными и качественными. Какие тренды этого года в частном инвестировании? Тренды этого года в связи с недавними низкими ставками были больше на инвестиционную составляющую. И количество брокерских счетов. Люди, конечно, выбирают разные инструменты, но в том числе есть с низким риском облигации. Это очень популярно, потому что можно сопоставимую ставку получить с депозитом, но при этом процентная ставка будет гораздо выше. То есть сопоставимую риск модель с депозитом практически не отличаешься. Поэтому с повышением ключевые ставки, конечно же, депозиты возвращаются в актуальное русло, если так можно выразиться. Их становится больше, но инвестиционная составляющая продолжает развиваться. И мы каждый день открываем новые счета для того, чтобы можно было инвестировать. При этом у нас все реализовано в приложении. То есть, в принципе, можно даже и в банк не ходить. Все операции, начиная с покупки любых акций, облигаций, валюты и так далее, все это можно сделать в онлайне, не выходя из дома. И этим очень активно пользуются наши клиенты. Большое спасибо за ваше экспертное мнение. Удачи вам. У нас в студии был Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае. Мы подводили финансовые итоги года.